11-е сутки на севере области продолжаются поиски пропавшего самолета Ан-2 с 13 пассажирами на борту. К работе уже подключились свыше полутора тысяч человек и три сотни с единиц спецтехники. Силуэт самолета пытаются разглядеть даже из космоса с помощью спутников научного центра оперативного мониторинга Земли. На месте работает и наш корреспондент Павел Чмаков. Он подробнее расскажет о ходе поисков. Рассказать давно забытый анекдот коллегам, да и вообще хоть как-то приободрить и поднять настроение здесь стараются каждую свободную минуту. Забот спасателям и так хватает. Сегодня они прошли по болотам и бурелому 12 километров, но обнаружить исчезнувший самолет им пока так и не удалось. Очень мало информации о самолете. Естественно, если был бы найден какой-то обломок крыла или что-то еще, или где-то разлитое горючее, гидравлическое масло, было бы уже интереснее, была бы эта зацепка. То есть можно было бы уже конкретно в этом направлении усилить поиск. Но, к сожалению, этого не происходит. Спасателям из Екатеринбурга, Кургана, Ханты-Мансийска и Челябинска школа в Карпинске на время поисковой операции стала вторым домом. Однако днем здесь только сушатся вещи, да дожидается людей сухой паек. Спасатели и волонтеры появляются здесь только ночью, работают без перерывов и выходных. Зону возможной посадки самолета просматривают даже из Москвы со спутника. Было определенное количество снимков, но эти снимки не выявили ничего, касающиеся данного самолета. Группа работает в устье реки Усть-Пыл и Усть-Лай. Там по словам охотника он видел самолет в районе этого слияния этих двух рек и слышал какой-то посторонний шум после прорыва самолета. К поисково-спасательной операции привлекают все больше людей. Территорию осматривают из земли, из воздуха, продолжают обследовать озера и реки. Все сформированы бригады, все обеспечены и жильем, и питанием, и сушильными камерами. То есть люди работают в полном объеме. Подключили спутники, по которым дополнительные вертолеты возвращаются в те точки, даже до которых до этого были. И транковая связь полностью везде развернута, и холоты на водоемах используются. Сегодня к спасателям присоединились даже полицейские. Утром из областного главка на север области отправилось 40 человек из самых различных служб. Для проведения поисковых мероприятий сотрудники будут находиться в Серове на протяжении трех дней. Все отправившиеся на поиски сотрудники обладают навыками ориентирования на местности и имеют необходимый минимум знаний для выживания в лесу, а также соответствующую экипировку. В поисках задействованы уже полторы тысячи человек и три сотни единиц техники. Сотрудники МЧС заканчивают поисково-спасательные работы только к вечеру. С воздуха они уже обследовали свыше 100 тысяч квадратных километров местности, а также провели исследования 40 водоемов. Но пока все усилия спасателей не принесли никакого результата. Самолет будто растворился в воздухе.